Спасибо большое. Коллеги, давайте поприветствуем Марию Бородецкую. Мне очень приятно, что мы сегодня здесь, и несмотря на сложности дорожной ситуации, вы добрались на вы или на ты, как вам удобнее? На ты, конечно, удобнее. О, супер, спасибо большое. Я смотрел твои сторис в 3 часа ночи. Я подумала, что это ужасная лицемерие вообще, все, что я буду сегодня рассказывать. Вы говорите о стрессе, и в том числе, знаете, так интересно было, мы готовимся, каждый из нас по-своему, и смотрю, я переживаю. Действительно ли это такая важная составляющая женского предпринимательства, переживательство вообще? Ой, но мне вообще не нравится, я прям сразу, мне не нравится термин «женское предпринимательство», давайте. Мне кажется, что, ну, волнение, тревожность, стресс – это некая составляющая предпринимательства в целом, вот, поэтому, ну, просто, я думаю, что не все в курсе. Вчера была смешная история, которую мы сейчас обсуждали, она была в том, что я легла спать в 12, перед этим я сходила на йогу, сделала все правильно. У меня сегодня была вот до этого выступления очень важная встреча, в которой я сильно волновалась, я знала, что я буду волноваться, поэтому я сходила на йогу, легла в 12, вот, и не заснула, вот, и сториз я выкладывала в 5 утра с скриншотами сегодняшнего выступления, потому что это будет очень смешно, что я расскажу вам, как я справляюсь с тревожностью, никак, вот, и, да, но потом я выпила шампанского в 5 утра, погладила кота и заснула, и все, все хорошо закончилось. Мне кажется, вообще, бокал шампанского в утром, оно прекрасно решает все вопросы. Коллеги, я не представился, меня зовут Роман Дусенко, я буду сегодня помогать вам вместе получать максимальную информацию от наших прекрасных спикеров. Еще раз Мария Бородецкого, соосновательница из SEO компании Синхронизация, которая сделала переворот в области лекционного бизнеса, можно так сказать. Можно немного погрузить нас в ваш бизнес? Что это, как, откуда взялось? Так, ну давайте совсем коротко. Мы один из, наверное, крупнейших образовательных проектов, который работает на территории такого хобби образования, да, мы не учим людей стать классными маркетологами, программистами и вот все остальные крутые модные темы. Мы рассказываем про историю искусства, кино, философию, критическое мышление, физику, космос и вот все, что делает наша жизнь насыщенной и классной в свободное от работы время. Нам 6 лет, мы достаточно большие, каждый месяц наш курс проходит где-то около 10 тысяч человек. Мы работаем онлайн, офлайн, работаем с корпоративными клиентами, верим, что мы меняем разговоры на кухне. Вот когда эта фраза к нам пришла, мы решили, что она пока внутренняя, мы, если честно, не выводили ее никогда на какие-то сайты, но я периодически просто про нее говорю, потому что нам кажется, что человек, который приходит в синхронизацию, он приходит потом вечером домой и обсуждает не просто какой-то чужой отпуск или какой у него был сложный день или еще что-то, там надоедливого руководителя, вот он может поспорить за кавку, посмотреть кино и аргументированно понять сам для себя, да, почему этот фильм ему понравился, почему не понравился, обсудить это со своим, там, не знаю, супругой, дочерью, кем-то еще, и тем самым лучше узнать себя и друг друга, вот, в общем, это такая наша некая миссия, почему мы всем этим активно занимаемся. Мне очень понравилось, что в одном из ваших интервью вы сказали, что когда люди на кухне спорят, но они не разделяются, а наоборот объединяются в желании понять интересы и ценности друг друга. Это очень классно. Как вообще вы пришли в предпринимательство? Для нас, для всех это очень интересно, потому что каждый из вас, наверное, да, отвечает на себя сегодня для какой-то важный вопрос. Случайно. Ну, на самом деле, у меня была хорошая карьера, в какой-то момент я потеряла мотивацию по большому количеству разных причин, одна из основных, мне очень хотелось какой-то, вот, знаете, это звучит все очень, даже немножко неловко так говорить, как будто бы мне 12, а мне через неделю 33, я взрослая, но хотелось просто приносить пользу, и очень хотелось видеть конкретный результат своих действий, и очень хотелось, чтобы, когда я буду старенькой, у меня будут внуки, я им действительно могла что-то классное про жизнь рассказать, и я вот этого всего в корпоративной карьере тоже в интересной, классной, но я не находила. Вот, и тогда я на полгода уволилась, я, у меня есть такой девиз, команда даже однажды как-то в мой день рождения напечатала его на футболке, называется «Не попробуешь, не узнаешь», вот то, во что я люто верю все года, это история про то, что невозможно лежа на диване понять, каким видом спорта ты хочешь заниматься, и, в общем, я уволилась, я пробовала очень много всего разного, я путешествовала, я открывала какие-то кафе в Краснодаре, я училась на структуру по йоге, и, в общем, параллельно я пришла к моему другу, который организовал для себя, для своих друзей лекции по искусству, и так, в общем-то, появилась синхронизация, я не планировала из этого никогда большой бизнес, это была просто история про то, что, Андрей, ты делаешь очень классную штуку, я сама с собой договорилась, что мне еще пять месяцев подумают, что я хочу делать, через пять месяцев я выйду на серьезную работу, а пока я не воспринимала синхронизацию как серьезную работу, если честно, и, в общем, пока у меня есть свободное время, я просто хочу тебе помочь, и помогла так, что вот шесть лет уже не могу оторваться. А в тот самый период, когда вы выбирали, вы были где-то в Австралии, путешествовали, да? Этот континент как-то повлиял вообще на что-то? Ой, ну, сложно так сказать, наверное, где-то повлиял. Я была в Австралии полгода, это тоже, в общем, такая немножко, наверное, случайная история в моей жизни. Там была такая история, что я вот как раз, знаете, про не попробуешь, не узнаешь, я уехала на пять месяцев, на самом деле, и я думала, боже, у меня есть просто все время этого мира, как бы, я свободна на пять месяцев, я точно сейчас пойму, чем я хочу заниматься, и я не поняла, ну, потому что там я не пробовала, я как бы отдыхала, еще что-то делала, я о чем-то думала, но никакая гениальная идея меня не поразила, и все самое классное начало случаться, когда я вернулась в Москву уже. Роман, сейчас одну секундочку, мы дадим вопросы. Я когда узнал, что вы будете завтра здесь со мной общаться, и посмотрел вашу карьеру, написал своему другу Олегу Лещуку, он попросил передать огромный привет, вот, и там я говорю, Олег, ну а чем ее спросить? Слушай, она такая классная, что ты можешь спрашивать у нее обо всем. Это очень приятно. Да, Хавас, это была действительно история. Вот, все-таки роль корпоративной карьеры в предпринимательстве, что оттуда можно взять себе? Ой, да очень много. Это было классно, я не жалею ни об одном дне, на самом деле. У меня есть примеры друзей предпринимателей, которые, знаете, начали бизнес сразу в 22-23, не поработав где-то еще, и многих из них действительно здорово получается, мне не остается ничего, кроме, как, не знаю, ими восхищаться. Но корпоративная карьера и та же самая школа Хаваса, до этого школа видеоинтернешнл, Хавас Медиа, это большое рекламное агентство, в котором я работала. Ну, я не знаю, все так жестко необходимые в бизнесе софт-скиллы вообще о том, как руководить людьми, как вести переговоры, как вести себя в состоянии стресса, как вести себя в состоянии повышенной утомляемости, потому что, когда ты работаешь в рекламе, у тебя бывают тендеры, там до 7 утра ты сидишь, потом ты едешь в душ и едешь к клиенту, и такие периоды были, или ты на съемках на каких-нибудь, которые проводятся по ночам, потому что это подешевле, вот, и потом у тебя следующий рабочий день. Ну, в общем, это штука, которая меня воспитала, закалила, и, ну, синхронизации не было бы, если бы у меня не было шестилетнего опыта, вот, немножко другого, который, казалось бы, ну, не идеально релевантен, потому что я проводила рекламные кампании на 100 миллионов рублей в 24, а в 29 мне нужно было потратить на рекламу 5000 рублей и сделать так, чтобы люди пришли. Это было по-разному, конечно, но это было круто. Спасибо большое, у нас есть вопросы с зала, как раз, пожалуйста, сейчас одну секунду вам дадут микрофон. У меня, знаете, к вам какой вопрос, Мария? Был ли в вашей жизни когда-нибудь такой вот самый сильный провал, который вот вы считаете, это прям провал? И есть ли какой-то алгоритм, как вы с ним справились? У меня вот такие вопросы всегда врасплох немножко создают. Я сейчас подумаю. Тема такая про тревогу. Да, 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 нет, нет, нормально, просто, знаете, когда ты думаешь, самый сильный, и у тебя в голове такой, какой же из них? Ну, вы знаете, я на самом деле очень много ошибаюсь, и это нормально. Моя другая подружка, тоже предпринимательница, они сделали у себя в компании такой девиз, кто не падал, тот не летал. Вот, и это, ну, какая-то общая история. Ну, прям провал. Ну, вот я могу, знаете, рассказать из периода, когда мне было, не знаю, 21, наверное, я только начала как раз, ну, я работала уже на какой-то довольно серьезной работе, там, в виде интернешнл, это компания, которая была селлером телевизионной рекламы, вот, и была большая сделка, я клиенту отправила счет телеканала, где, боже, это вообще, наверное, нельзя рассказывать, или за сроком давности можно, уже прошло. Ну, короче, я чуть не сорвала, просто огромный проект, то, что я показала не те цифры, вот. Вот, но, знаете, мне ужасно везет просто по внимательности, ну, то есть, и так делать нельзя, ты реально должен перепроверять. Вот, но мне кажется, что мне в жизни ужасно везло в плане, ну, какой-то такой поддержки очень принимающей среды. И то, что было там и на предыдущих работах, и то, что мне, получается, создавать сейчас в предпринимательстве, я окружаю себя какими-то такими людьми, которые в любой ситуации, даже в самой там страшной и неприятной, могут тебе сказать, что все будет хорошо. И вот это, ну, это прям правда важно, потому что я могу сама себя заесть довольно глубоко, вот. И такие штуки, как бы классное окружение вокруг мне очень помогает. Давайте еще, может быть, пару вопросов. Правильно я услышала, да, что при стрессах вы опираетесь на внешнюю поддержку. В зал вызывается Ольга, мой психотерапевт. Можно ли задать ей этот вопрос? Ну, вы знаете, внешняя поддержка, да, классная. Наверное, так однозначно мне сложно сказать. Мне кажется, что все равно у тебя есть, должен быть какой-то там твой внутренний тоже стержень, без него ты, ну, как-то будет сложно. Вот. Ну, мне правда, если честно, сложно как-то на этот вопрос ответить. Когда у меня сильный стресс, я просто стараюсь создавать себе очень четкие ритуалы. Знаете, сколько я встаю, что я ем на завтрак. Я обязательно хожу на спорт, потому что это точно работает с нашим организмом идеально. Ну, это просто нужно делать. И, как бы, вот у меня был период, что у меня сильный стресс. Я пришла домой, выпила бутылку игристого и заснула. Так не работает. Ты просыпаешься еще в большем стрессе. Вот. Поэтому теперь, когда у меня стресс, я иду вечером на йогу. И это круто. А, кстати, психотерапевт говорит, что нужно на бокс. Потому что у меня столько энергии, которую надо вот как-то так агрессивно выплескивать. Но я держу ее себе. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, давайте подумайте над вопросами, которые бы вам бы хотелись. И давайте оговорим о нашей теме, собственно. Дискуссия про тревогу и бизнес. Как перестать беспокоиться и полюбить неопределенность. Чтобы нам войти в дискуссию, может быть, мы посмотрим информацию о проекте. Мне кажется, что я все рассказала, на самом деле. Ну, я могу еще раз пролистать. Просто пробежимся, чтобы у всех синхронизироваться, так сказать. Да, да, да. Если удобнее, может быть, на мое место? Давайте я встал, наверное, а то я не вижу что-то... А, Мария, а скажите, сколько у вас сотрудников? Сейчас 70. А вы у них отслеживаете степень тревожности? Сотрудников? Да. Да, мы делаем... Ну, синхронизация вообще очень крутая корпоративная культура. У нас есть очень четкие one-to-one. Это когда ты один на один собираешься с каждым сотрудником, вы друг с другом разговариваете. Причем это обязательно не... Это не обязательно сотрудник и подчиненный, ну, руководители подчиненные. Это кросс-функциональные еще какие-то истории. В общем, это введено в привычку, и люди это часто делают. И наши HR проводят хелст-чеки команды, и короткие интервью там раз в полгода, и анонимный опрос, еще что-то. Мы за этим очень мягко следим. Кажется, что люди, это самое главное, что у нас есть. Вот у нас нет нефтяной скважины, там еще чего-то. Нам нужно, чтобы команда была в боевом духе. Ну, если очень коротко, да. На самом деле 50 тысяч плюсов это только в онлайне. Если брать, наверное, в офлайн, изначально, не знаю, кто знает. Кто-то вообще знает, что такое синхронизация? Был у нас на каких-то лекциях, и где-то… Так, супер, класс, спасибо. Я… А, да, ой, супер, я не видела. Вот это, вот это, да. Вот это техника. Ну да, в общем, в офлайне, наверное, у нас уже было побольше людей. Может быть, 1150 суммарно. Нас смотрят сейчас по всему миру в России тоже активно. В самых-самых разных городах. Ну, вообще-то вот это про разговоры на кухне, только, знаете, такая к копирайтерам вылизанная хорошая фраза. Я не буду ее еще раз повторять. Идею вы поняли, да. Хочется, чтобы у людей обогащались диалоги, потому что это очень важно для нашего развития и для какого-то самоопределения и знакомства друг с другом и с окружением. У нас сейчас порядка 25 направлений, больше 70 курсов. Это тоже именно про онлайн. Если коротко, то наше направление можно поделить на три больших сектора. Традиционно для сохранизации гуманитарный, где у нас там философия, история искусства, мода и так далее. Естественно, научное направление, нейробиология. Очень много говорим про то, как вообще работает наш мозг и всякие такие штуки. Физика, астрономия и так далее. Каждый раз пытаюсь, боюсь перепутать каком-то интервью с астрологией. Знаете, мы не читаем лекции по астрологии. Мы не из этих. Вот. И, ну, какие-то практические штуки, вот, вроде ораторского мастерства, критического мышления, развития креативности. Это такой третий блок. Навыковый, софт-скилловый, как можно говорить. Он очень активно у нас растет. В онлайн-формате у нас есть либо вебинарные курсы, где лекторы напрямую общаются с аудиторией, либо это записанные курсы, которые мы снимаем сейчас как кино. Как бы на рынке, так на самом деле никто не снимает. Мы пишем сценарий, репетируем. У нас есть режиссер. У нас постоянно, ну, как бы супер-классный сеттинг, в котором это все происходит. Вот, если кто-то из вас знаком с проектом Мастер-класс международным, большим, где про кино рассказывает Дэвид Линч, вот мы берем, наверное, с них какое-то в плане визуальной картинки вообще качество контента референс. Они классные. Мы тоже стремимся такими быть. Вот, здесь какие-то примеры я не буду сейчас показывать. Это все доступно у нас на сайте. Да, у нас есть лекции в Москве, в особняках, в своих лекториях. Безусловно, с приходом пандемии у нас оффлайн сильно подужался. До пандемии мы проводили порядка 200 мероприятий каждый месяц. Сейчас мы проводим порядка 25. Ну, типа, есть какая-то разница. Вот, но мы очень любим оффлайн-формат. Мы ездим в поездки, делаем бранчи с лекторами, с игристами, со всякими штуками. И кажется, что в этой истории живет душа, в общем. Нам очень важно вживую встречаться со слушателями, когда ты их видишь. Так, это очень хорошо. Да, с нами на постоянной основе работает порядка 80 лекторов. Это очень разные люди. Не буду там, понятно, рассказывать про каждого отдельно. Это был бы процесс. Вот, но, как правило, это сотрудники либо ведущих университетов нашей страны, там, ЕМУ, МГУ, Высшей школы экономики и так далее. Либо это какие-то, ну, вот, Алена Ванченко, психотерапевт, читает наши лекции по психологии. Наташа историк искусства, а вот я закончила. Ну, в общем, если коротко, то у нас, например, про генетику рассказывает Артем Еламуратов, который является предпринимателем и основателем как раз центра генотек. Он, как бы, к чему я это говорю, мы стараемся в каждой области находить какого-то самого яркого классного эксперта, который действительно на передовой. Нам очень важно, чтобы он был сильно харизматичен и классно выступал. Я всегда шучу, что я худший лектор в синхронизации, потому что мы работаем на территории такого идутеймента. И нам важно, чтобы те слушатели, которые к нам проходили, помимо новых знаний, они получали еще большой кайф от всего происходящего. Вот, поэтому это харизматичные, увлеченные профессионалы. Мы берем примерно одного из 400 людей, которых мы отсматриваем. Это большая боль и большая работа синхронизации. И именно поиск спикеров. Поиск кайфа и вообще ощущения. А чего ты, как сооснователь, как лицо, как бренд, амбассадор своего бренда, а чего ты получаешь удовольствие в своем бизнесе? Ну, в первую очередь, меня, если честно, больше всего драйвит команда. И мне кажется, что это невероятная роскошь, когда ты основатель своего бизнеса. Ты можешь на 100% выбирать, с какими людьми ты хочешь работать. И мне повезло собрать какую-то необыкновенную команду. И синхронизации не увольняются люди. То есть нам 6 лет. И топ-10 людей, которые пришли в 2015-2016 году, они работают до сих пор и являются условным топ-менеджментом, если можно так сказать, в рамках небольшого бизнеса. За все 6 лет от нас по собственной воле ушло 2-3 человека. То есть у нас буквально нет текучки. И команда очень крутая. Она заставляет меня двигаться сильно вперед, быстрее. И это для меня очень важно. Я получаю точно кайф. У нас есть такой мессенджер Slack. Если кто-то в нем работает, это для внутреннего корпоративного общения, чтобы твоя переписка по работе не мешалась с Телеграмом, Фейсбуком и остальными какими-то личными мессенджерами. И в Slack у нас есть канал Reviews, куда падают отзывы от наших слушателей. И когда у меня какие-то бывают черные дни, я устал и хочу все бросить, я просто захожу в Reviews и час могу сидеть, читать наши отзывы, плакать, смеяться. И это меня очень сильно заряжает. Ну, заряжает какие-то большие цели и достижения. Мы очень четко работаем с цифрами. Вот сегодня был подтвержден очень большой проект, которым пока не могу похвастаться. Просто знайте, что я прямо сейчас очень счастлива. И это правда классно. Что еще? В обычной жизни, как я вот говорила, что я хожу на спорт, я вышиваю по вечерам. Это меня как-то заземляет. Реально много вышиваю уже. Знаете, к маме домой невозможно зайти, потому что мне стыдно. Я это все маме отдаю, а у нее там такой коностаск. Ну, встречки-то с друзьями, ничего особенного, на самом деле. На серфинге еще катаюсь. Вот это прикольно. Что дальше? Какой вижен, развитие? Куда хочется прийти? Ну, боже, у нас так много всего. Это то, что меня тоже как раз дровит очень сильно, потому что я не чувствую, ну, вот, некоторого потолка, да. Кажется, что я сама себе рисую потолок, и каждый раз я могу придумывать себе новый этаж. Вот. У нас сейчас очень много разных планов вообще в России. Мне в целом суперинтересна сфера образования как таковая. Я нахожу ее очень, как можно догадаться, важной для людей. Она будет очень динамично вообще в целом меняться, потому что школам и университетам за скоростью 21 века нужно сильно поспевать. И мне очень круто быть именно в этой среде, начать с этого. А в синхронизации нам, ну, еще очень много всего предстоит сделать в онлайне и в России, и в мире, потому что мне кажется, что никто идеально еще не придумал, как учить людей в онлайне со всеми проходимостями, сложными метриками там по мотивации и так далее. Как сделать так, чтобы… Понятно, что я не верю, что онлайн-образование будет таким же, как оффлайн, по уровню его увлечения, но есть еще очень много гипотез, которые хочется потестировать, много тем, которые хочется пораскрывать. Вот, поэтому, ну, мы будем довольно активно еще развиваться в России и будем в следующем году пилотировать, наверное, какой-то небольшой международный проект, посмотрим, что происходит. Вот. Ну, чтобы скучно не было, в общем. Первые лектории – это люди приходили, по сути, B2C такой рынок. Мы сейчас… Да, теперь вы заходите еще на рынок B2B. В чем прелесть для предпринимателя рынок B2B? Почему? Вы знаете, мы не планировали никогда B2B. Мы делаем лекции по искусству. Это не продажи, там, не знаю, в общем, это что-то не такое приоритетное. И B2B произошел у нас сам с собой, потому что к нам на B2C приходили, приходит много людей, эти все люди где-то работают, кто-то из них является там HR-ами или собственниками компаний, и они рассказывают внутри бизнеса, и как бы B2B случился в этом плане даже немножко стихийно, потому что сначала пришли компании и сказали, а не можете ли вы у нас почитать свои лекции? Я такая, почему нет? Ну, можем. А вы что, нам еще денег заплатите? Я такая, ну, заплатим. Прикольно. Это как-то так, если честно, произошло. Вот сейчас у нас довольно большое уже B2B направление. У нас порядка, там, наверное, 140 компаний основных, ну, таких крупных, да, там у нас вообще абсолютно, мне кажется, все банки, аудит, консалтинг и так далее. Кажется, что нас покупают по нескольким причинам. Ну, во-первых, мы некая такая программа лояльности для сотрудников. То есть у меня подруга недавно сама вот куда-то в какой-то банк приходила, мне кажется, в хоум-кредит, мы там тоже уже много лет с ними работаем, приходил на собеседование, и EHR говорит такой, ой, приходите к нам работать, у нас так классно, вы можете по пятницам работать из дома один день в неделю, у вас полная медицинская страховка, а еще лекции синхронизации прямо в офисе, вот. Ну, то есть мы как бы, мы являемся такой какой-то приятной плюшкой. Плюс мы как раз, мы шутим еще в корпоративном направлении, что мы меняем разговоры у кулера. Вот. Кажется, что мы даем тоже, ну, как бы людям какие-то новые темы, новые идеи. Очень круто бывает переключиться. Плюс активно развиваем как раз вот софт-скиллы, а это уже такая, ну, довольно корпоративная тема, которую нас много покупают, и по какому-нибудь конструктивному спору, переговорам, вот такие штуки мы начали делать. Ну, работать с B2B интересно. Я вообще очень вдохновлена, потому что я не думала, что компании в такую сферу обращают такое внимание. А, ну, еще нас очень часто корпораты дарят, потому что у нас там нельзя есть подарочный сертификат, человек может выбрать любую тему на сайте, и мы являемся таким, кажется, намного более классным корпоративным подарком, чем блокнот, ручка и какие-то вот, ну, такие базовые вещи, которые были раньше всегда. Ты сказала, что ты дружишь с цифрами. В твоей идеальной картине будущего, там, например, распределение валовой выручки или там дохода или прибыли, все что угодно, какую бы ты видела долю B2B-сегмента? Боже, я вообще никогда себе такое не задавала вопрос, если честно. Но это не является вообще какой-то самоцелью. То есть, ну, B2B сейчас составляет, наверное, 25% бизнеса от синхронизации, но мы посмотрим, как будет дальше. Интересно в целом, как бы растить рынок. Мне всегда интересен конечный пользователь. Это может быть конечный пользователь, который купил, пришел сам у нас курс, и это здорово, потому что он сам совершил этот осознанный выбор, выделил свое время, заплатил за это деньги. А может быть точно такой же конечный пользователь, которому этот курс оплатила компания, и нам также важно, чтобы он получил удовольствие. Ну, то есть, каким образом к нам приходят клиенты через компанию или сами, ну, не так принципиально, но какой-то стратегии того, что, я не знаю, наше B2C будет сворачиваться, а B2B будет расцветать, такой прямо сейчас нет, они все растут, и, ну, для меня сейчас B2C рынок, наверное, более приоритетный в любом случае. Спасибо тебе большое. Мне вот хочется задать вопрос для нашей публики. Когда-то ты в свое время приняла решение присоединиться к бизнесу. Это, наверное, немного не совсем открытие своего собственного бизнеса. Но в любом случае ответственность тоже вся лежит на тебе. Что бы ты порекомендовал девушкам, сидящим в нашем зале, которые размышляют или сейчас на полшага туда к открытию своего собственного дела? Ну, вот это тоже, знаете, такой вопрос, как бы, про который можно говорить очень долго. Я скажу, что мне как-то помогало, ну, до сих пор, наверное, помогает в рамках синхронизации. Когда я пришла и не очень было понятно, что будет дальше, ну, там, мы первый год вообще не зарабатывали, там, я очень хорошо помню, как в 16-м году мне прям, ну, у меня был какой-то стратегический запас, и муж, который меня давал мне еду и оплачивал аренду квартиры, я помню, как я выписала себе зарплату в 30 тысяч рублей, и это было прям такое вау, короче, у меня 30 тысяч рублей зарплата. И я в рекламе покупала, ну, получала намного больше, для меня это был сильный, конечно, дауншифт. Что мне точно помогло, потому что получилось не сразу, я сама с собой договорилась, ну, о двух вещах. Во-первых, все-таки я не бросалась, ну, знаете, в какой-то там вот дикий омут с головой, чтобы, я не знаю, у тебя там двое детей на руках, ипотека, муж ушел, а ты такая, уйду-ка я с нормальной работы, открою свой бизнес. Ну, у меня это было там не так, да, у меня была, во-первых, какая-то отложенная сумма денег, там, не было, нет пока детей, еще что-то, то есть я могла себе позволить, когда рисковать, как не сейчас, в общем, на самом деле, это проще даже делать, там, до 30, мне кажется, потому что тебе попроще с точки зрения социальных обязательств. А второй момент, который был, это про то, что я себе четко дала время, что у меня есть время до декабря, простите, у меня мама сегодня давала интервью тоже, она очень переживает, звонит мне весь день. Короче, я дала себе срок до декабря, а это был, когда я пришла, это был сентябрь, что что-то должно из этого получиться. И это был мой внутренний такой дедлайн, то есть, ну, я не знаю, если бы не получилось, может быть, я себе его еще продлила, но получилось, как-то стало уже что-то там проясняться, было понятно, как продавать эти билеты и делать так, чтобы люди приходили на лекции, но вот та штучка, что я не то, чтобы этим бесконечно занимаюсь, а у меня есть моя внутренняя граница, до которой я, знаете, как спринтер, как бы это не марафонится, а спринтер, я вот до нее очень сильно бегу, прикладываю все усилия, я знаю, что я хочу на выходе получить, вот, если не получается, то я уйду, там, у меня, не знаю, были продолжения о работе в телеканалах, еще где-то, в общем, пойду просто на работу, и это снималось у меня как раз стресс того, что, ну, были какие-то границы, вот, наверное, так. Класс, спасибо большое, и если вот вкратце подвести итог, вот прям по пунктам, не бросаться в омут с головой, иметь какой-то стратегический запас, определить некое расстояние, по которому ты бежишь, прямо выкладываясь весь, для того, чтобы понять, что-то летит или нет, и потом смотришь результат. Супер. Коллеги, у нас есть буквально пять минут для того, чтобы поговорить с вами, задать любой ваш вопрос. Можно? Пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Вероника, я бы хотела задать, собственно, вопрос касательно, у меня вопрос касательно вот Марии, использует ли она услуги психотерапевта, и находится ли она на постоянной психотерапии, либо же использует услуги коучей, которые ей какую-то стратегию разрабатывают, либо же она сама карабкается по жизни. Спасибо вам за возвращение нас в русло. Спасибо. Конечно, я в психотерапии, друзья, я, ну, как бы, ну, я бы тут, там, ну, как бы, это очень важно, если ты, ну, я живу на очень больших скоростях, в очень большой ситуации неопределенности, мой каждый день не похож на предыдущий, я получаю от этого кайф, это то, что я всегда хотела, с психотерапевтом мы давно уже уяснили, что я невротик, которым нужны бесконечные приключения, иначе я как-то завидаю, вот, это моя среда, в которой мне, как бы, комфортно, но вот два года я прям постоянной психотерапии, наверное, каждую неделю с очень хорошим психотерапевтом, я пошла к ней вынужденно, потому что у меня умирал папа, умирала бабушка, они делали все это одновременно, и бизнес горел, и был такой, знаете, воу-период, вот, но она меня из этого всего очень вытянула, помогла мне, и, ну, это как почистить зубы, в общем, знаете, это уже стало вот какой-то такой вещью, в которую, ну, в этом нет ничего, там, у меня нет, не знаю, антидепрессантов или еще чего-то, как бы, со мной все в порядке, и как раз, мне кажется, важно доносить для того, что с вами должно быть все в порядке, чтобы вы просто ходили к психотерапевту, это не обязательно какая-то история, что, ну, нужно уже приходить, там, не знаю, когда слишком поздно, и вам плохо, вот, ну, в общем, вот эта история, вторая история, это, как я уже говорила, режим, я так очень скучно звучу, но мне через неделю 33, простите, в третьей истории, наверное, в какой-то момент у меня два осознания пришло, первое, вот у меня был период, когда я прям очень долго не спала, я потом пошла, подготовилась, начала готовиться к марафону полному, 42 километра, я пробежала его, и я делала это как раз потому, что я вошла в очень жесткий режим, я вставала в 6 утра на тренировки, бегала 15 километров с утра, и это то, что позволило мне вот этому стрессу из меня, ну, как бы очень сильно выйти, и я тогда осознала такую очень важную вещь, что если я продолжу так сильно из-за всего переживать, то это просто не для меня, ну, как бы все, вот в бизнесе это вот так, либо ты продолжаешь так же переживать, и тогда это моя жизнь, она идет прямо сейчас, она не начнется еще через 10 лет, когда я сделаю экзит, я не знаю, лишь что-то случится, она идет вот сейчас, я не хочу ее жить так, я хочу жить ее хорошо, и если, ну, как бы я сказала, что если ты не начнешь спать, ты просто уходишь, вот, я начала спать, но сегодня я не спала, иногда такие дни все равно бывают, но намного лучше, чем было раньше, и еще ты понимаешь, что причин для тревоги у тебя есть всегда, как бы те вещи, из-за которых я переживала там в 15-16 году, сейчас покажутся мне просто смешными, они вообще не страшные, те вещи, из-за которых я сильно переживаю сегодня в сравнении с 17-м годом по уровню проблем и возможного плохого исхода, они как бы, ну, очень большие, но мне кажется, что, не знаю, еще в 25-м году я буду смотреть на 21-е, такая машина, это вообще херня была, вот, ну, в общем, как-то так, наверное. Давайте еще, коллеги, один вопрос, пожалуйста, может быть, про тревожность, про еще какие-то вопросы, может быть, рейтинг тревожности, тем, которые больше всего волнуют. Здравствуйте, Мария, пожалуйста, я вижу вопрос, да, коллеги, микрофон. сейчас мы посмотрим, да, пожалуйста. Здравствуйте, Мария, очень классное выступление, очень мотивирующее, у меня вопрос, какой у вас был самый сложный момент в профессиональной деятельности до настоящего момента, да, и самый лучший ваш день тоже в профессиональной карьере? Спасибо. Мне прям нужно заготовочки, знаете, сделать с такими вопросами. Самый сложный день, самый сложный день, это было, ну, вот одно большое увольнение одной девочки, я, знаете, вот это тоже, кстати, то, что меняется со временем, потому что мне было дико тяжело всегда увольнять людей, я переживала из-за этого ужасно, я понимала, что мне нужно с человеком расстаться, потом я ждала еще полгода, что ситуация поменяется, вот, как правило, она не менялась, ну, в общем, я там, ну, не спала, еще что-то, и, и, как бы, это может вообще показаться очень смешным каким-то манимпульсивным примером, но я, когда увольняю людей, я так за них, ну, вот раньше так было, я так сильно переживала, что я начинала, ну, как бы плакать в процессе увольнения, и это было ужасно, и всегда разговор заканчивался тем, что человек, с которыми я расставалась, говорил мне, Маш, ну, не переживай, у меня все будет хорошо, ты только не расстраивайся, и я стала, конечно, это сильно спокойнее сейчас делать, но вот, наверное, все мои какие-то стрессовые дни, они, как ни странно, именно с этим связаны, вот, а самые супер радостные, больше, ну, вот моя команда, она каждый год, мы же в этом году договорились, что не будет такого по ряду там причин, но каждый год мне ребята делают какие-то дикие сюрпризы на день рождения, это еще на 15 минут, чтобы про это рассказывать, но просто, знаете, они делают какой-то иммерсивный театр, и погружают меня в совершенно новую среду, и, ну, это, ну, просто это долго, правда, рассказывать, короче, они меня дико балуют, и это очень круто, всегда, ну, невероятно дает мне заряд на весь следующий год. И самый счастливый момент, это, ну, тогда придется рассказать, а в прошлом году, минуты у нас осталось. Смотрите, я могу похвастаться тем, какая офигенная у меня команда, и как она меня радует, или я могу рассказать, ответить на какой-то еще, может, фактический вопрос, мы можем, на самом деле, мне кажется, просто переключиться, я очень хочу этим хвастаться, но, возможно, это не самое полезное. Снова хочу сказать, что мне кажется, что это вещь справедливая и для девочек, и для мальчиков, и я знаю… И с кем-то рядом от какого-то деления, да? Да, я если, ну, как бы, нет, есть, нет, наверное, в среднем, я все равно скажу, что, может быть, девочки где-то более эмпатичные, мы через это там больше строим бизнес, я не буду сейчас совсем… Но я знаю пример много предпринимателей, мальчиков более мастерских, чем я. А, отдыхать нужно, друзья, ну, как бы, я научилась через три года уезжать в отпуск без ноутбука и реально не заходить в почту, и это был геймченджер вообще, когда ты на две-три недели погружаешься в какую-то совершенно другую среду, я много путешествую, ну, и ты, как бы, действительно не проверяешь сообщения, потому что, когда я их проверяю, даже если кажется, что это секунда, ты все равно стоишь в очереди, тебе сейчас нечем заняться, твой мозг начинает работать по-другому, идеальный отпуск – это когда ты забыл, кем ты работаешь, ну, это очень важно, это то, что там, именно с какими-то такими ситуациями позволяет справляться, мне кажется, это лучше всего. Ну, и какая-то постоянная, там, не знаю, психотерапия, массажа, массаж лица, недавно открыл для себя, очень круто, ходите туда, вот, ну, короче, какие-то такие штуки. Давай один последний совет, как справиться с тревожностью, помимо всего того, что ты уже сказала, и завершаем. Очень кратко, 10 секунд. Ну, выпишите на листочек, что вас тревожит, наверное, выпишите, что самое страшное может случиться, вот так я тоже делаю, и когда ты как-то очень живы себе, ну, это банальность, простите, мне кажется, не буду каких-то последних 10 секунд придумывать диких инсайтов, вот, но правда, как-то посидеть с собой в тишине, в эту тему поработать, может очень хорошо помогать. Спасибо большое, коллеги Марии Бородецкой. Спасибо.